МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Милиционер применил личное оружие против гражданского. Последний от претензий к начальнику отдела по борьбе с ОПГ отказался. Таковы главные события этого дня. В студии Джолдош Исаков. Далее подробности. Здравствуйте. В Бишкеке сгорел детский садик. Вызов в пожарную службу поступил днем в 3 часа 18 минут. Очевидцы и соседи бросились на помощь. Частное дошкольное учреждение находится в жилмассиве Кукжар на одноименной улице в доме под номером 55. На момент возгорания в здании находилось 107 детей. Воспитанники были эвакуированы силами воспитателей и соседей. Детей вывели в соседний двор. Известно, что детский сад функционировал два года. Площадь сгоревшего помещения составила 186 квадратных метров. Полностью сгорела крыша одного из двух зданий детского сада. В общей сложности на месте работали пять пожарных расчетов. Соседские дома не пострадали. Щит, умный счетчик, который у нас стоял в Севере Электро. Они сами устанавливали умный счетчик щитов. Сгорел, мы даже не успели вытащить огнетушитель. У нас были на каждом этаже огнетушители. Мы не успели. Нас самая главная была задача вывести детей. Вывели все нормально. Пожарным позвонили. Пока они доехали, полностью дом сгорел. Когда мы прибыли, уже успела сгореть крыша. Прибыли мы через две минуты, как поступило сообщение о возгорании. Но поскольку огонь был сильный, нам пришлось вызывать подкрепление. Еще две машины со спасателями. Пламя мы локализовали и скоро до конца ликвидируем возгорание. Пострадавших нет. Дети и сотрудники были эвакуированы. Причина пожара устанавливается. Борец с ОПГ ранил Гражданского. Этот факт в ГВД подтвердили и уточнили, что его сотрудник лишь защищался. И стрелял из травматического пистолета, а не из боевого. Речь идет о Нурлане Аманголове, начальнике отдела борьбы с ОПГ Столичного управления внутренних дел. К СМИ он не обратился. Все комментарии через пресс-службу. Его оппонент оказался тоже немногословным с прессой и предпочел поговорить без камер. Утверждает, что милиционер напал на него первым. Однако претензий к Аманголову не имеет. Раненый начальником отдела по борьбе с организованной преступностью Столичного ГВД сейчас проходит лечение в травматологическом отделении Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Нам удалось его увидеть, а вот получить комментарий нет. С прессой он общаться не хочет. Участник консидента с милиционером вышел из отделения, как только ему сообщили о нашем визите. Мы здесь находимся уже на протяжении получаса, но пациент в свою палату так и не вернулся. Отметим ранее, у дверей стоял мужчина, представившийся его охранником. Никого из посторонних в палату он не впускал. Завидев журналистов, раненый гражданин прячет лицо. Просит не снимать его. Рядом с ним всегда несколько человек крупного телосложения. Рука у мужчины забинтована. Лишь в личной беседе он немного рассказал о произошедшем накануне. Милиционер, утверждает он, первым пристал к нему. Дорогу не поделили на пересечении улиц Масалиева и Айелчиева. Началась словесная перепалка. Оппонент представился и назвал должность. Ни много ни мало начальник отдела по борьбе с УПГ. В ход правоохранитель пустил оружие, будучи не при погонах. Через полчаса мужчина был уже в больнице, обратился сам. Врачи говорят, что по травме можно определить вид оружия. И это травматика. Правда, точнее скажет только экспертиза. Определяется огнестрельный перелом локтевой кости, огнестрельная рана, нижнее предплечье. Через 2-3 дня мы сделаем контрольную рентгенограмму. Если будет там вторичное смещение, тогда будем оперировать. Если состояние отломка будет удовлетворительно, скорее всего, без операции обойдемся. Второй участник инцидента сам стрелявший. Начальник отдела по борьбе с УПГ столичного ГУВД Нурлан Амангулов отвечать на вопросы журналистов тоже отказался. Его действия теперь оправдывает пресс-служба. В официальном пресс-релизе говорится, что Нурлан Амангулов, выйдя из машины, сразу сказал своему оппоненту, кто перед ним стоит. Второй водитель 1994 года рождения, выйдя из автомашины марки Toyota Remix, проигнорировал, что перед ним сотрудник милиции. И после совместной перепалки неожиданно нанес рукой удар в области лица сотрудника милиции Амангулову и начал угрожать, держа в руках неизвестный предмет. После чего Нурлан Амангулов, видя угрозу безопасности жизни, достал личный травматический пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух. Однако водитель второй автомашины продолжил наступительное движение на сотрудника милиции. И в связи с тем Нурлан Амангулов произвел выстрел в сторону второго водителя. Полковник в отставке Александр Заличенко уже давно отмечает, что многие правоохранители повадились носить с собой травматическое оружие. Последствия от его применения менее серьезные, чем когда стреляют из табельного. Им не убьешь и не нанесешь тяжких и телесных повреждений. Но это не причина, говорит наш собеседник, применять такой пистолет повсеместно, даже если ты сотрудник органов. К тому же возникает вопрос, насколько в этой ситуации была угроза жизни милиционера, если у второго участника оружия не было. Следователю надо очень четко определиться, он как сотрудник милиции в данном случае выступал, тогда при чем здесь травмат, понимаете. Или он как гражданин, скорее всего получается ситуация, что он как просто как гражданин, обычный гражданин, даже если он представился, неважно. Он как гражданин применил травмат, он же не табельное оружие, не огнестрельное оружие применил. Стрелявшего Нурлана Амангулова недавно поощряли за работу, сам министр внутренних дел. Весной его и еще и девятерых сотрудников подразделений службы криминальной милиции наградили ведомственными наградами. Они участвовали в задержании похитителей мальчика Данила Браилкина, раскрыли двойное убийство, задержали члена ОПГ Чингы за Джумагулова. Что ждет борца с ОПГ, решит следствие. В едином реестре преступлений и проступков инциденты регистрированы по статье «Хулиганство». Необходимые экспертизы назначены с юридической точки зрения. Действия правоохранителя оценит прокуратура Ленинского района. Ведется и служебное расследование. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС. История с джипами «Шевроле Субурбан», похоже, получает продолжение. Еще одно видео дарение двух машин Иркином Мамбиталиевым появилось в интернете, где уже отчетливо не только слышно, но и видно, как бывший телохранитель Алмазбека Тамбаева передает техпаспорта и ключи сотрудникам милиции Баткенской области. На кадрах он конкретно говорит о том, что вручает транспорт в качестве подарка, но вовсе не хотел такой пафосной церемонии и с построением состава. Вручение проходит прямо на фоне двух «Шевроле», после чего дарителя приглашают за стол, выпить чаю, но последний отказывается, дескать, за подарок не стоит благодарности. И делает он это исключительно потому, что хочет помочь правоохранительным органам. Накануне, отметим, МВД и ГПС разом опровергли информацию о получении от Мамбиталиева этих двух машин. Позже Баткенский УВД признал, что транспорт этот у них находился, но как оштрафованный и водворенный на штрафстоянку. После оплаты Мамбиталиевым взыскания за тонировку машины ему якобы вернули. В ответ на эту публикацию, Управление внутренних дел Баткена снова настоятельно заявило, что получателем машин все-таки была погранслужба. Они отметили, что транспорт передали пограничному ведомству. В погранслужбе, между тем, от комментариев категорически отказались. По некоторым данным, после шумихи в СМИ и социальных сетях караганского сегмента машины вернули дарителю. Эта информация не соответствует действительности. Районное отделение внутренних дел Кадамджая не получало этих автомобилей. По нашим сведениям, машины были переданы районному отделению госпогранслужбы. Наши сотрудники задерживали эти автомобили, так как они были затонированы вкруговую. Был выписан штраф, и мы их отпустили. Наше ведомство в дары эти джипы не получало. Более 10 наших мигрантов выдворяют из России после массовой драки в городе Новосибирск. После драки с поджиганием и перестрелкой полицейские проверили около 200 предпринимателей Хилокского рынка, проживающих в Ленинском районе Новосибирска. 30 человек доставили в отделение, 11 поместили в спецприемник. Напомним, 7 октября близ этого рынка произошло крупное столкновение. Торговцы сожгли машину, как они и заявили, главаря преступной банды, которая вымогала у них деньги. После этого переросла в драку разгонять участников, которые пришлось с помощью бойцов ОМОНа. Пятерым пострадавшим оказали медицинскую помощь, двоих госпитализировали. Был сторонником, стал противником. Задержанный ранее по событиям в Койташе Алга Кылычев, который в те августовские дни был рядом с Ловензбеком Атамбаевым, дал против него показания. Об этом сообщили сами адвокаты бывшего президента. По их словам, против Атамбаева и его сторонников он мог свидетельствовать под давлением. В МВД эту информацию опровергли. По их данным, в рамках следствия очные ставки продолжаются, но в рамках закона. Накануне список подозреваемых пополнила депутат Жигуркукинеша Асельку Дуранова. Ей, как и Ирине Карамушкиной, избрали меру пресечения – домашний арест. Суд? Суд? Да, мы сами едем. Без права выезда за пределы города Бишкек до 9 декабря. С 10 вечера до 6 утра Асельку Дуранова обязана быть дома. Такое решение вынес суд. Следствие настаивало, чтобы ее ограничили еще в общении с определенными людьми и ввели запрет на пользование личным телефоном. Но это право ей и оставили. Депутату Жигуркукинеша предъявлено обвинение по статье организации захвата заложников, их удержание в целях принуждения государства совершить или воздержаться от какого-либо действия, как прямого или косвенного, как условия освобождения заложника. Я думала, что будет хуже, но домашний арест, конечно, я, мои адвокаты, они очень просили, чтобы мне в более мягкую меру в отношении меня применили эта подписка о невыезде, потому что так как я депутат парламента, мне не запрещено, что я заместил перед своими избирателями, то есть это посещение регионов. Ранний суд отправил под домашний арест и другого депутата, Ирину Карамушкину. Всего в связи с событиями в Койташе обвинения были предъявлены экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову, активистам Амантуру Джамгарчиеву, Коязу Смаилову, Алге Кылычеву. Все они находились в день штурма в Койташе. К примеру, Кояза Смаилова назвали руководителем народного штаба, который был создан для защиты Атамбаева, а Алга Кылычев представлялся руководителем народного движения дружинников. Напомним, 7 августа шесть рабочцов спецназа ГКНБ были захвачены в плен после неудачного штурма и провели в доме Атамбаева больше 20 часов. 7 и 8 августа пострадали десятки человек. Сотрудник спецназа ГКНБ Усенбек Ниязбеков погиб от огнестрельного ранения. А начальник УВД Чуйской области Самат Курманкулов по сей день находится под наблюдением врачей в Москве. После ранения в голову он впал в кому и только недавно пришел в себя. Адвокаты, защищающие Атамбаева, заявили, что Алга Кылычев под давлением превратился из сторонников противника. И только поэтому, по их мнению, он и сказал следствию, что Атамбаев хотел совершить госпереворот и захватить власть. А его сторонники, свидетельство Алга Кылычев, в числе которых Кундуз Юл Дубаева, Аман Турджам Горчиев, Мейербек Мискинбаев и телохранитель Атамбаева Атамбаева, организовали массовые беспорядки и захват заложников. У него есть ряд болезней, которые не позволяют ему находиться в следственном изоляторе. Это раз. Во-вторых, возможно, возможно, было оказано и психологическое давление, которое связано и с устрашением меры наказания в будущем, и с тем, что пребывание в полке Кылычева будет долгим и так далее. Но это мои предположения. В следственном отделении МВД информацию, конечно, опровергают. Досудебное производство, как отметили в ведомстве, ведется в рамках закона. Никто никого не пытал. Показания Кылычев дает без какого-либо принуждения. Данная информация не соответствует действительности. Следственная служба проводит досудебное производство в рамках законодательства Кыргызской республики. Никакого давления, никаких пыток на него не было оказано. Сам Кылычев вместе с Амантором Джамгарчиевым был задержан через два дня после штурма. Ему предъявлено обвинение по трём статьям. 10 августа он был водворён на два месяца в СИЗО-1. Спустя 30 дней ему должны были рассмотреть меру пресечения. Но на заседание не пришёл адвокат. Сообщается, что Кылычев до сих пор под стражей. Правда, где содержится арестант, точной информации нет. Была информация, что его вывозили из СИЗО-1 в ВВС ГУВД Бишкека. Алга Кылычев в данное время не находится в учреждениях ТУСИН. По решению суда его перевели в городской ВВС МВД. По неофициальной версии, находиться он может в изоляторе временного содержания службы по борьбе с наркотиками после очных ставок. Держат его там, по данным адвокатов Алмазбека Тамбаева, в одиночной камере. Три народные избранницы сегодня вступили в спор во время обсуждения разных вопросов Джигуркукинеши. Ирина Карамушкина возмутилась действиями силовых структур в отношении депутатов высшего законодательного органа, её самой и Осельку Дурановой. Она назвала обвинения в их адрес абсурдными, а действия неприемлемыми. Двое её коллег, Айнура Алтыбаева и Аида Косомалиева, ей возразили, напомнив, что события, народным избранницам выдвинули обвинения, имели тяжёлые последствия, как для правоохранителей, так и для жителей. Несмотря на то, что на двух депутатов высшего законодательного органа по санкции Генеральной прокуратуры суд вынес решение о домашнем аресте, у меня лично отобрали телефон, который два месяца держит следствие. Вчера Генеральная прокуратура требовала от суда, чтобы у Кадуранова не только запретить пользоваться ей телефоном, но и интернетом. Нельзя молчать, когда идёт такое циничное попирание прав граждан, и статус депутата. Где пишут и говорят, что сильный парламент – сильная страна. Какая же мы сильная страна? По ТЭЦ, по Углю, по Койташе. Все те обвинения, которые сегодня предъявили, это разве делалось не при вашем согласии? Я считаю, что те события, которые произошли 8 августа этого года в Койташе, сейчас разбирается государственная комиссия, я думаю, что правоохранительные органы, судебные органы дадут правовую оценку всем по Бишкек ТЭЦ. Мы приняли, поддержали законопроект по ратификации, но вмешиваться в хозяйственную деятельность по исполнению данного закона мы не можем. Речь идёт о некачественном, неэффективном использовании кредитных средств, которые были взяты. У Ктомеджея умер сын, погиб сын, его убили, его дети остались без отца. Самат Курманкулов, который в Москве, в России, еле приходит в себя. Мы все в стране заинтересованы, чтобы истинные, те, которые убили, брали в заложники, или пытались убить, или те люди, которые виновны в ранах, 20 человек попали в тот день в больницу. Вы прекрасно сами знаете, вы сами там находились. Я не думаю, что это в рамках человечности и в рамках полномочий депутата просто вот нахрапом с больной головы на здоровую перекладывать ответственность. Кто бы ни был, ни бывший президент, ни бывший депутат, ни действующий депутат, они все должны, они равны перед законом. Юридическую кампанию не нанимали. Таков ответ на официальный запрос Госкомнедр сделала компания ЮрАзия в Кыргызстане. Ее представители пояснили, что цитата «С 25 апреля 2019 года компания находится под форс-мажором, а также ни одна сторона не вправе выдвигать какие-либо претензии в отношении друг друга по истечении этих самых обстоятельств». Напомним, 8 октября на заседании Комитета по топливно-энергетическому комплексу один из заместителей председателя Госкомитета заявил, что фирма, обладающая правом на геологоразведочные работы на Козелом-Польской площади, собирается подавать в суд и уже наняла юридическую кампанию. Отметим, по окончанию дискуссии парламентарии во втором чтении одобрили законопроект о запрете на разработку урана и тория в республике. Теперь слово за всем депутатским корпусом. Дороже ровно в 10 раз. О повышении ставок на таможенную очистку при первичном оформлении авто напоминают в таможенной службе. Мера вынужденная. Льготный период, которым Кыргызстан, как в ЧНЕ, использовался в течение последних полутора лет, заканчивается. И, как всегда, уже на самом пороге перемен ситуация озадачила депутатов. А от Минэконома потребовали просить еще отсрочку. Ведомстве обещали попытку предпринять. Чем старее автомобиль, тем он дороже. И это вовсе не о ретромобилях. Речь идет о стоимости растаможки машин, которые завозят в нашу страну. В 2015 году ее уже пытались уравнять с тарифами на таможенную очистку, действовавшую в остальных странах экономического объединения. Это был тот момент, когда Кыргызстан стал полноправным ее игроком. Тогда же специалисты советовали желающим приобрести личное авто, сделать выбор в пользу тех иномарок, что поновее. Например, чей год выпуска начинается от 2008 и позже, с объемом двигателя до 3000 кубических сантиметров. Стоимость за один куб машины 7-летки в сравнении с автомобилем 10-летней давности не достигал и одного доллара. При растаможке машины старше 10 лет за куб пришлось бы платить от 6 долларов. Аналогичные расценки нас ожидают уже с 1 января 2020 года. С 1 января 2020 года Крыгская республика выступит в силу тарифа в отношении транспортных средств для личного пользования предусмотренным решением Совета Евразийской экономической комиссии номер 107 от 20 декабря 2017 года. Например, сейчас действующим до 31 года тарифа Toyota Camry возьмем 2009 года выпуска. с объемом 2,5 куба. Эта таможенная очистка проходит за 1250 долларов. А после этого льготный период закончился, а после 1 января 2020 года тоже Camry 2009 года выпуска объемом 2,5 куба обойдется 13 600 долларов. То первое повышение таможенных пошлин в 2015 году сказалось на всех. Предприниматели жаловались на то, что авторынок стоит, а те, кто заказал свеженький автомобиль, но не успел в срок его растаможить, возмущались и грозились подать в суд на правительство. Но чиновники объясняли это вынужденностью перейти к единым ставкам пошлин в ЕАЭС, а еще для того, чтобы в страну не завозили старые колымаги. Таким образом, импортировать в страну, если что и можно было, то только новые авто, а еще лучше электромобили. На них установили нулевые таможенные пошлины. Однако общество бушевало, как вдруг чиновники выяснили, что могут использовать льготный период для отсрочки до 2020 года. Руководство ЕАЭС не возразило. Так, кыргызстанцы получили еще полтора года на завоз авто из третьих стран по ставкам, что применялись до 2014-го. При первичной регистрации для членов стран ЕАЭС общее количество автомашин составляет 30 994 машины. Для стран, не являющихся членами стран ЕАЭС, количество автомашин составило 17 935 автомашин за 2018 год. То есть, основной популярностью для машин для первичной регистрации пользуются такие страны, как Грузия, Корея, Германия, Литва. О том, что льготный период подходит к концу, предприниматели и те, кто занимается доставкой авто из разных стран мира, знали заблаговременно. Уже сегодня во многих автосалонах заказы на выкуп автомобилей из США или Германии просто-напросто не принимают. В среднем из дальнего зарубежья, с учетом торгов на аукционах, транспортировке и разгрузке, машина идет около трех месяцев. То есть, высок риск того, что коэффициент таможенных пошлин к моменту, как машина будет доставлена, увеличится почти в 11 раз. Потери сразу для обеих сторон. Предприниматель теряет прибыль, а у заказчика непредвиденные растраты. Другими словами, машина становится золотой. Мы просчитываем заранее дополнительные расходы. И уже к цене, которая находится там машина, в Штатах или в России, мы прибавляем эти расходы. Но если автомобиль везти со стран таможенного союза, то, соответственно, многие моменты сразу можно отнять. То бишь, нет ни лаборатории, нет ни экспертизы, ни складов СВХ, доставка намного быстрее. И растаможки, соответственно, самого главного пункта нет. По словам специалистов, за счет резкого подорожания растаможки привозить автомобили из стран вне ЕС будет не по карману среднестатистическому гражданину. В течение первых шести месяцев те, кто успел закупить более новые машины, будут стремиться их повыгоднее продать. Завозить автомобили напрямую из той же Америки или Германии на какое-то время перестанут. В Кыргызстан иномарки будут попадать из других стран Союза, говорят предприниматели. Стоимость автомобилей немножечко даже упадет или будет на том же уровне, потому что из-за перенасыщения, то бишь автомобилей, потому что очень много автомобилей попадет на рынок в течение полугода. Я думаю, они растворятся на нашем рынке. И, соответственно, из-за уже таможни на некоторые марки автомобилей начнет плавное повышение цен. И люди уже начнут переключаться на заказ автомобилей с России, с Российской Федерации. Между тем, с предложением продлить льготный период сегодня выступили и депутаты. По их словам, страна не готова к таким ценам, а те, кто работал в этой сфере, потеряют свой бизнес. В Минэкономике отметили, что над этим вопросом работают. Рабочая группа правительства обсуждает вопрос о продлении срока на три года. Есть много рисков. Есть казахстанские и российские автопроизводители. Есть определенный интерес, чтобы покупать автопродукцию в ЕАЭС. Но мы будем продвигать инициативу о продлении льготного периода. Выяснилось, что такой проект Минэкономики разработала еще в июле. Он на согласовании в правительстве. Его еще не направили в Евразийскую экономическую комиссию. Но вполне вероятно, что, по примеру, Армении, также страны-участницы Союза, Кыргызстан, в очередной раз попробуют инициировать отсрочку повышения таможенных пошлин. Сабина Дамаскина, Сардара Ширбаев, НТС. Удобство или безопасность? Выбор наверняка очевиден. Из 96 заправок в столице половина не соответствует требованиям. Какие-то пожарные безопасности, другие нормам экологии. А есть те, на месте которых, согласно плану детальной планировки столицы, и вовсе должен был находиться детский садик. Специальная комиссия из архитектуры и госэкотехинспекции объекты изучила и в отношении нарушителей готовит меры. Подробности в нашем следующем сюжете. В городе Бешкек есть около 100 автозаправочных станций. Из них минимум половина, по данным госэкотехинспекции, не соответствует требованиям пожарной безопасности и градостроительным нормам. По закону же АЗС должны от жилых домов располагаться как минимум в 50 метрах. Здесь же явно меньше. Это одна из тех 57 заправочных станций, в расположении которой есть немало нарушений. Этот взрывоопасный объект сосуществует в тесном соседстве с жилыми домами. Специальная комиссия из числа специалистов Бешкек, глава архитектуры и госэкотехинспекции, созданная по поручению Бешкекского горки Неша, с весны проверила все АЗС города. Итог 42 объекта не соответствуют противопожарным нормам. Еще 15 – экологическим и градостроительным. Очень много в центре автозаправочных станций, поэтому комиссии рекомендовано было не продлевать договора аренды. Участки, вот эти все, они предоставлены временно до реализации генплана. И так как в центральной части сейчас идет активное строительство, то есть реализуется генплан, рекомендуется не продлевать уже по истечении сроков договора аренды. А владельцам АЗС мы будем предлагать выносить АЗС за пределы города. По данным местных чиновников, 80 заправок стоят на муниципальных участках. Но есть те, что возведены на частной земле. Владельцам таких объектов, возможно, предложат обмен. То есть перенос станции в другое, более подходящее для этого место. Если договориться не получится, к делу придется подключать соответствующие органы. И если понадобятся, даже судебные. А вот с теми, кто ведет заправочный бизнес на городской земле, у мэрии есть план. Те заправки, которые работают с нарушением требований, нужно демонтировать либо перенести за черту города. Кроме того, предлагается не продлевать истекающие сроки аренды земли для этих АЗС. На их месте должны быть построены объекты, которые предусмотрены согласно детальной планировке. В первую очередь речь идет о безопасности. Ежедневно по столице передвигаются без малого полмиллиона машин. Это создает не только заторы, но и сильно задымляет город. Тем не менее, в отсутствии такой альтернативы, как метро или электрички, большинство норовят передвигаться с комфортом. Очевидно, что наличие АЗС на каждом углу создает удобство для водителей. И примечательно, что есть те, кого близкое соседство с хранилищем взрывоопасного ГСМ совсем не смущает. С одной стороны, это было бы неудобно для водителей. Мне кажется, можно сократить количество, но не убрать полностью. Далеко там? Да, потому что это будет неудобно. Потому что ехать туда же, когда ты живешь с другой стороны. Ну, в принципе, да, я думаю, положительно. Но если экологи считают, что это действительно наносит вред, то да. Я за. Для того, чтобы обеспечить безопасность, пожарную безопасность, техническую безопасность, заправку в городе, его надо действительно вывезти за городом. Но в отдельных случаях, если сделано это хорошо, безопасно, все так соблюдено, соблюдено, и то отдельные можно оставлять. Если это сделано по закону, чтобы далеко выезжать, это тоже трудно. Ну, в городе, по-моему, опасно. Если люди живут, люди живут, далеко оставить заправку. Пожар, если думаете, если пожар будет, что будет, много людей умирают. Еще с 2013 года в Бишкеке действует мораторий на строительство новых АЗС непосредственно в центре города. Во многих же странах применяют похожий подход. Но там заправочные станции располагают исключительно за чертой города. Чем может грозить ЧП на таком объекте, кыргызстанцы уже знают. В марте этого года в Аше при взрыве на заправке пострадало три человека. Аналогичная трагедия случилась два года назад в селе Ананьево. Погибших было двое. Джангл Мурзадышенбекова, Ирланд Кемельбеков, НТС. Открыть собственный бизнес или расширить границы уже существующего? В Бишкеке началась международная выставка фричайзинга и торговли. Компании из США, Европы и других стран демонстрируют свои наработки и технологии. Объясняют их применение, предполагают сотрудничество по самым разным направлениям. Образовательная сфера, сельское хозяйство, банковские услуги, переработка и многое другое. Представители зарубежных компаний надеются на заключение крупных контрактов с нашими предпринимателями. Подробности далее. Этот робот единственный развлекательный экспонат на всей выставке. Участники экспо по франчайзингу и торговле предлагают будущим партнерам не просто презентации бизнеса. Это готовые решения от швейного цеха под ключ до современных дронов, способных опылять поля от вредителей. Ассортимент продукции, представленный сегодня на выставке в Бишкеке, очень широк. Это не только сложная компьютерная техника и устройство для сельского хозяйства, но и, например, для полиграфии или для изготовления парфюмерии. Например, здесь можно купить оборудование для тракторов и комбайнов. Это практически автопилот для сельхозтехники. Среди участников выставки немало тех, кто предлагает нашим предпринимателям не оборудование, а именно бизнес-идеи. Так называемые франшизы. Брюс Уильямс представляет американскую компанию, которая занимается не просто производством пакетов, она помогает избавить экологию от вредных элементов. Мы предлагаем изготовление мешков и пакетов из пластиковой тары, например, из бутылок. Но отличие нашей технологии в том, что после переработки наша упаковка уже не вредна для окружающей среды. Она легко разлагается и не наносит вреда экологии. Шио Чек представляет американскую компанию по очистке воздуха. Их оборудование применяется не только в системе кондиционирования. Устройство блокирует вредные выбросы. В Бишкеке она надеется найти новых партнеров. Говорит, посмотрели на город с воздуха и теперь уверены, их опыт пригодится Бишкеку. Наши технологии очень успешно применяются в США. Мы активно развиваемся, например, в Калифорнии. У нас есть уникальные разработки, которые блокируют выбросы от автомобильного транспорта, например. Думаю, вам здесь это очень пригодится. Мы надеемся, что будут заключены контракты и мы сможем появиться на рынке Кыргызстана. Организаторы говорят, опыт подобных выставок показывает, что это один из лучших инструментов для развития бизнеса и установления торговых отношений. Бизнес-ассоциация «Джея» уже не раз проводила подобные мероприятия на внутреннем рынке страны. И даже тогда результаты были очень серьезные. Международный формат позволит бизнесу расширить границы. Например, Бишкекский инвестиционный форум объединил на своей площадке за последние три года более 3500 предпринимателей. 800 проектов были собраны. Из них наиболее перспективные проекты были оформлены в виде каталога инвестиционного и представлены предпринимателем. И в результате 25 местных компаний смогли привлечь инвестиции на сумму около 10 миллионов долларов для развития своей компании. Также на таких площадках налаживаются деловые контакты, не только именно партнерство. Кто-то находит партнера или клиента, или получает информацию или опыт успешных предпринимателей. Посольство США, которое выступило организатором выставки, надеется, что она поможет кыргызским и американским бизнесменам наладить долгосрочные контракты. Эта выставка, как говорят дипломаты, стала кульминацией многолетней работы по привлечению инвестиций в нашу страну. У нас сегодня больше, чем 35 бизнесов из Америки, из Европы и Кореи. Мы хотим только самые хорошие компании, которые будут работать в Средней Азии, потому что у нас фактически мало до сих пор. Но у нас сегодня Cisco, у нас Samsung, у нас агротехника, информационная технология, у нас так много интересных компаний. И я надеюсь, что у нас будет очень много партнерских связей из этого мероприятия. В рамках выставки также состоялись презентации от международных доноров. Эксперты рассказали предпринимателям о возможностях кредитования, создании рабочих мест и стимулированию бизнес-партнеров. На завтра также запланирован инвестиционный форум, где участники сегодняшней выставки подведут промежуточные итоги и обсудят перспективы партнерства. Игорь Потанин, Урмат Мамбиталиев, НТС Этот материал завершает наш сегодняшний выпуск. В конце еще раз отметим, что журналисты НТС, как и прежде, продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»